Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует мудрая Савунья, тарисман нашей библиотеки. И сегодня она решила поделиться с вами некоторыми фактами жизни и творчества замечательного русского художника Виктора Михайловича Васнецова. Этот живописец – автор очень известных и узнаваемых исторических и былино-сказочных картин. Вы скажете, ну что можно сообщить нового о Васнецове? Давно все изучено, известно и будете неправы, ведь в каждой картине этого замечательного художника скрыта тайна, и мы попытаемся ее разгадать. Васнецов – один из первых русских живописцев, который сумел передать в своих картинах мудрость и красоту русской сказки. Откуда же у него такой дар воображения? И это можно узнать из книги, вот которая у меня лежит на столе. Сейчас я ее вам покажу. Книга художники и архитекторы. Серия «Великие имена России». Вот сюда входит статья о Викторе Михайловиче. Вот перед вами его портрет. Конечно же, это все объясняется местом его рождения. В удивительном северном краю прошло его детство. Родился Васнецов в 1848 году в глухом вятском селе Лапьял в большой патриархальной семье сельского священника. Он рано лишился матери. Неоглядные дали с дремучими лесами простирались вокруг села на сотни, а то тысячи верст. Это были темные чащи с повальными деревьями, поросшими густыми космами мха. Фантазия талантливого мальчика населяла лес сказочными, таинственными существами. А сказки эти рассказывала ему бабушка про ковер-самолет, про Василису Премудрую, про Ивана Царевича. Да еще отец увлекал мальчика своими замечательными историями о необыкновенных явлениях природы, о звездном ночном небе, о загадочной жизни растений, о древних камнях-хранителях тайн тысячелетий. И уже в юном возрасте Витя Васнецов начал рисовать все, что он видел и запоминал. И даже уже по ранним работам было видно, что растет будущий большой художник. Первоначальное образование Васнецов получил в духовном училище, а затем в Вятской духовной семинарии. И там же он брал первые уроки рисования и даже помогал расписывать Вятский новый собор. В 1868 году Васнецов поступил в Петербургскую академию художеств и через несколько лет ее успешно закончил. И в начале своего творческого пути он рисовал иллюстрации к различным изданиям, создавал картины бытового жанра. Вот перед вами такая картина, известная с квартиры на квартиру. Ну и современники замечали, что он великолепно передавал человеческие типы и характеры. Но свой детский интерес к русской старине он не забыл и стал более углубленно изучать русские былины и народные сказания. И начал рисовать картины на тему древнерусской истории. И постепенно сказочно былинный жанр его полностью захватил. А теперь мы с вами обратимся, наверное, к самой известной его картине. И называется она «Богатыри». Ну, вообще нам-то известно, мы обычно называем три богатыря, но правильное название картины – «Богатыри», как назвал ее автор. Много былин знал сам Воснецов, потому что он их изучал. И современники вспоминают, что частенько, работая, он очень тихо, еле слышно напевал эти былины, подражая древним русским гуслерам. Как бы создавал себе настроение. Под славным городом, под Киевом, на тех на степях на Днепровских стояла застава «Богатырская». Виктор Воснецов работал над этой картиной около 30 лет. Она, конечно, огромная. Кто был в Третьяковской галерее, помнит это. Воснецов тоже был все-таки довольно-таки высоким человеком. Но даже он пользовался стремянкой, чтобы добраться до верха этой картины, нарисовать. Героями данной картины стали былинные богатыри Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович. Примечательно, что они имели исторические прототипы. Илья Муромец – воин-чеботок, Добрыня Никитич – собирательный образ русских князей, а Алеша Попович – ростовский боярин. Ну, а если вспомнить исторические хроники, то все три богатыря жили в разное время и могли встретиться только на картине художника. Давайте внимательно вглядимся в картину. Остановились в поле три всадника. Замерли под ними разгоряченные кони, как будто опасность почуяли. И чтобы подчеркнуть силу и отвагу русских витязей, художник построил картину особым образом. Почти все ее пространство заняли собой всадники. Вот вся картина. И видите, все пространство занимают всадники. Копыта коней упираются в землю у нижнего края полотна. А вверх его завершают стальные богатырские шлемы. Врагу не пробиться через эту заставу. За могучими плечами богатырей, леса, холмы, небо, родины, Русь. В этой картине Васнецов воспевал свой непобедимый народ и считал богатырей для себя самой важной, самой живописной своей работой. А теперь давайте перейдем с вами к следующей картине. Когда Васнецов был поглощен работой во Владимирском соборе в Киеве, внезапно родилась у него идея картины, основанной на русской народной сказке про Ивана Царевича и Серого Волка. И для написания этой картины ему даже пришлось приостановить работу в соборе. И давайте мы повнимательнее рассмотрим эту картину. Сизый туман, окутывает сучковатые деревья, темный враждебный лес, обступил беглецов со всех сторон. Светлым пятном выделяются прекрасные всадники на его фоне, ведь погоня совсем рядом, страшно, тревожно на душе зрителя. Но есть в пейзаже на картине и светлые стороны, доказывающие, что все у молодых будет хорошо. Яблонька в цвету и болотные кувшинки, вот внизу болотные кувшинки, символизируют надежду, новую жизнь, счастье, любовь. Благодаря сочетанию дремучего темного леса и цветущего дерева, могучего волка и маленьких водяных рилий, суровой тревоги Ивана Царевича и спокойной нежности Елены Прекрасной, Полотно, словно светится изнутри, обладает истинным волшебством и дарует веру в чудеса. Аленушка, Сирин и Алконос, три царевны подземного царства, Снегурочка и другие картины художника хранятся в Третьяковской галерее. И, кстати, хочется сказать, что у художника есть вот еще очень интересный такой памятник, так сказать, о его творчестве. Это Третьяковская галерея. Вот самый главный вход этой галереи был создан по рисункам Васнецова. И в этой галереи в Третьяковской хранятся очень-очень многие его картины. Ну, еще я вас хочу познакомить с одной книгой. Она мне очень нравится. Это книга-энциклопедия живописи для детей. Сказка в русской живописи. Это помимо того, что она очень замечательно оформлена, здесь очень много иллюстраций наших художников-сказочников Врубеля, Билибина, Рериха. Очень много картин Васнецова. В этой книге описываются сказочные явления, тематика, сюжеты различных сказок. И в каждой главе есть задание для юного читателя. Вот вопросы, выделенные таким шрифтом красивым, сказочным. Но помимо вопросов есть и ответы. То есть эта книга прекрасно подойдет для семейного чтения, совместного чтения родителей и детей. Ну и на этом мы заканчиваем нашу встречу. Мудрая Солушка прощается с вами и надеется, что вам было интересно, что вы открыли для себя новые грани творчества певца Беринной, сказочной Руси Виктора Михайловича Васнецова. До новых встреч!